8, с 17 по 25 стихи. А если я говорю слишком быстро, то дайте знать, я приторможу. Итак, следуя нашему правилу, давайте сначала поговорим, что же такое праздник пресноков. Праздник пресноков он также отмечает чудодейственное избавление народа израильского из Египта. И как они были избавлены от египетского рабства, так же и мы были избавлены от рабства в Египте. Мы были избавлены от рабства греха. И логично думать, что они спешили уйти из Египта. Что у них не было времени вложить закваску в муку и ждать, пока она подымется. Но здесь есть более глубокое значение. То есть, это не просто удалить закваску с теста. В начале и в конце этого праздника проводилось особенное служение. Работать запрещалось, так как оба эти служения проводились в субботу. Кроме того, люди должны были принести особенные жертвы в храме. И когда мы читаем о тех жертвах, которые приносились в храме, мы видим, что они должны были принести в жертву нескольких животных. Не одно животное или часть одного, а несколько. То есть, очевидно, что они приносили жертву немалую. И мы тоже приносим жертву немалую. Мы приняли Ешуа как своего Спасителя. Он призвал нас. Он призвал нас быть особенными людьми. И Он просит нас принести Ему особенную жертву. Не животных, а свою собственную жизнь. А теперь давайте поговорим о закваске. Конечно, закваска является прообразом греха. И требуется очень мало закваски, чтобы тесто поднялось. Требуется немного греха, чтобы разрушить Вашу жизнь. Я приведу Вам иллюстрацию. А вот бутылка чистой воды. Эту воду можно пить, и с Вами ничего плохого не будет. Хорошая вода. Но говоря о закваске, и сравнивая закваску с грехом, давайте поговорим о христианской жизни. Это правда, что Ешуа простил все наши грехи. Мы освящены. И мы стоим пред Богом, как святые. Тем не менее, в нашей ежедневной христианской жизни присутствует грех. В первом послании Иоанна 1.9 апостол Иоанн говорит, если мы согрешаем, или когда мы согрешаем. И он пишет это верующим. Он говорит, если мы согрешаем. То есть, апостол говорит, что это то, что происходит в жизни каждого верующего. Но если мы согрешаем, то Бог верен и праведен, и простит наш грех. И очистит нас от него. Когда мы приняли Ешуа как своего Спасителя, это можно сравнить с тем, что мы приняли ванну. Мы были полностью очищены от всякого греха. И когда Бог на нас смотрит, Он видит кровь Ешуа. В этом смысле мы безгрешны. Но с другой стороны, у нас есть возможность быть непослушными в нашей христианской жизни. И здесь вновь таки враг хочет солгать вам. И Он говорит, не страшно, если ты немножко согрешишь. Бог тебя простит. Не волнуйся об этом. Не волнуйся о каком-то маленьком грехе. Я проиллюстрирую это. Вот это вот вода, она чиста на сто процентов. А что, если выйти на улицу и взять воды с канализацией? Чайную ложку воды из канализации. И залить в бутылку немножечко. И перемешать. Кто теперь хочет выпить? То же самое с закваской. Требуется лишь немножко. Господь не хочет, чтобы мы вообще грешили. Его Сын жил совершенной жизнью. Ешуа был искушен во всем, в чем искушаем и мы. Но Он не согрешил. И Господь просит нас убрать всю закваску из нашей жизни. Я уверовал, когда мне было 20 лет. На тот момент я служил в армии. Я жил греховной жизнью. Я любил пить водку и пиво. Я выкуривал по 20-25 сигарет в день. Я ругался. Плохие слова выходили из моих уст. Я был нормальный неверующий. И потом Ешуа вошел в мою жизнь. И начался процесс отделения меня от моей прежней жизни. И это непрерывный процесс, через который мы проходим всю свою жизнь. Знаете, в этой жизни мы не сможем достичь такого момента, что мы станем абсолютно безгрешными. Поэтому, с одной стороны, у нас такая ситуация. С другой стороны, у нас есть Божий стандарт, который гласит, живите святой жизнью. И мы находимся в этом непрерывном процессе, когда мы очищаемся от греха и идем дальше по жизни. И мы празднуем это во время праздника пресноков. Вот что такого важного в том, чтобы пройти по всему дому и каждый уголок вычистить от закваски? Знаете, есть такая традиция. Сначала пройти по дому и разбросать везде крошки обычного квасного хлеба, а потом пройти по дому и убрать все эти крошки. Ну, выглядит почти как игра. Сначала разбрасываем крошки, а потом убираем их. Но это не игра. Бог хочет, чтобы мы научились жить так, чтобы грех больше не контролировал нас. Я помню, когда я был неверующий, я принимал решение, ну, сегодня пойду напьюсь. Ну, так думают неверующие. Его это совсем не волнует. Пойду в бар, выпью и напьюсь. А потом мы приняли Иешуа как своего Спасителя. Дух Святой вошел в нас. И Дух Святой начал обличать нас во грехе. А я помню, когда я только уверовал, я был в армии, а в армии, конечно, используют много ругательных, нечистых слов. И вот я на кого-то разозлился, и вот эти плохие слова вышли из моих уст. И Дух Святой сразу проговорил внутри меня. И сказал, не говори это. Раньше я этого никогда не слышал. Я удивился. Но я хотел быть послушен. И это начало вести, направлять мою жизнь. Я знаю, что большинство из вас проходят через такой же процесс. Что я хочу вам сказать? Не уставайте делать это снова и снова. Не говорите, ну, да, раньше меня это тревожило. Ну, сейчас я все брошу. Давайте откроем 1 Коринфянам, 5 глава, 7-8 стихи. Павел, я попрошу вас прочитать это место. Павел, я попрошу вас прочитать это место. Апостол Павел говорит нам, давайте будем продолжать соблюдать этот праздник. Но не со старой закваской. Не с закваской злобы. Но с опресноками чистоты и истины. А быть искренними и чистыми, это значит быть полностью послушными. Мы можем притвориться, что мы святы. Мы можем играть в эту игру с людьми. Мы утром заходим в дверь, и нам кто-то говорит «Привет, как дела сегодня?» Вы говорите «Очень хорошо». Но на самом деле, внутри вас не так уж все и хорошо. Мы можем притвориться перед другими людьми. Но с Богом мы притвориться не можем. Он в точности знает, что с нами происходит. И апостол Павел говорит, что мы должны праздновать этот праздник в чистоте и истине. Вы помните историю о самаритянской женщине, Иоанна 4 глава. Яшуа сказал ей, что мы должны поклоняться Господу в духе и истине. А не просто играть в игры. Вы знаете, поклонение в храме включало в себя множество ритуалов. Должны были соблюдаться различные детали и подробности. Но мы больше не в ритуалах. Мы искренне, истинно и чисто служим Господу. Наш пасхальный Агнец умер за нас, и мы празднуем этот праздник Апресноков до конца своей жизни. И на протяжении этих семи дней у нас особенное время. Но не только семь дней, но это длится до конца нашей жизни. Давайте откроем 2 Коринфянам 6, 17. Андрей, пожалуйста, прочитайте. Апостол Павел говорит нам, что мы должны выйти из мира и отделиться. И не прикасаться к нечистому. И с этим идет обетование. Бог говорит, я приму вас. Он знает, что мы делаем. И когда мы отделяем себя от этого мира, Он нас принимает. Сейчас я хочу задать вам вопрос. Вы хотите, чтобы Господь вас благословил? Кто хочет, чтобы Господь вас благословил? Все хотят, чтобы Господь их благословил. А разве Господь не благ, чтобы благословить нас? А хотите ли вы благословить Господа? Хотите ли вы благословить Его в ответ? Господь, Ты настолько благ, что я хочу благословить Тебя. А как вы можете благословить Господа в ответ? Удалив закваску из своей жизни и проявляя послушание. Для Бога это благословение. Разве это не удивительно? Бог совершен, и Он ни в чем не нуждается. Он не нуждается в нас. Однако Он хочет нас. И когда Он видит, что наша жизнь изменяется, что мы становимся послушными Ему, то для Него это благословение. Я знаю эту истину уже давно, но она не перестает меня удивлять. Давайте рассмотрим следующий. Следующий стих, 2 Коринфянам 6,14. Лия, пожалуйста, прочитай. 2 Коринфянам 6,14. Апостол Павел повторяет истину Светхого Завета, что мы не должны преклоняться под чужое ярмо с неверными. В сельском хозяйстве использовались животные, чтобы тащить телегу. И брали два животных одинакового размера. Допустим, два вола. То есть, они имели одинаковую силу и правильно тащили телегу. Но если взять, допустим, вола и осла, или вола и мула, то у них не одинаковая сила и не одинаковый размер. И здесь применение для нас в том, чтобы мы не соединяли себя с неверующими. Допустим, в браке. Есть и другие способы, как мы можем соединиться с неверующими. Допустим, в бизнесе. Верующий бизнесмен может поддаваться искушению заключить соглашение с неверующим бизнесменом, чтобы работать вместе. Просто не получится ничего. А сейчас я хочу говорить о том, чтобы вступать в брак с правильным человеком. Кто из вас хочет вступить в брак? Это ваша мечта, да? Я знаю, каково оно. Господь помог мне найти мою жену. И когда мы думаем о том, чтобы вступить с кем-то в брак, мы должны быть очень осторожны в том, с кем мы будем вступать в брак. Моя жена уверовала на шесть месяцев раньше меня. И когда мы вместе молились, изучали Библию, разговаривали, мы поняли, что мы идем по одной дороге. И мы вместе поехали на конференцию, где проповедовал Билли Грэм. На тот момент мы еще не были женаты. И Билли Грэм на этой конференции вызвал выйти вперед тех людей, которые хотят отдать свою жизнь на полное служение Господу. И на тот момент мы с ней даже не сидели рядом. Но мы вдвоем вышли вперед. Вместе со множеством других людей. И когда мы молились, мы почувствовали, что Бог призывает нас пожениться и вместе быть в служении. Мы женаты 52 года. Она моя первая и последняя жена. У нас двое детей и трое внуков. И я знаю, каково оно, жить с женой. Это трудно. Это нелегко. Я воспитывался не в христианской семье. И она воспитывалась не в христианской семье. У нас не было образца, модели. Мы не знали, как иметь христианскую семью. Нам пришлось учиться, и это было трудно. Но еще до того, как мы поженились, мы молились друг за друга. Брали друг друга за руки и молились. Когда мы поженились, мы тоже садились вместе на диване, брались за руки и молились друг за друга. Иногда мы ложились в кровать, брались за руки и молились друг за друга. Иногда мы становились на колени рядом с кроватью и молились вместе. Вот что значит быть как бы в одной упряжке друг с другом. Когда мы тянем эту упряжку вместе. Мы молились даже перед тем, как вместе заняться сексом. Вот что такое христианская жизнь. То есть молитва, поклонение Господу становятся естественной частью вашей жизни. Иногда у нас был хороший секс друг с другом, и после этого мы благодарили Бога за эти чудесные моменты. Это нормально. Знаете, секс — это не что-то грязное или извращенное. Бог сотворил его. Это дар, который Он дал нам. И в христианском браке вы можете благодарить Бога за это. И я советую вам, если вы хотите вступить в брак, то вступайте только с верующим. И не просто с любым верующим. Если после окончания этой школы вы хотите заниматься служением на полную занятость, то ваш муж или ваша жена должны иметь такое же посвящение. Много лет назад я был на конференции, где я проповедовал. Я проповедовал из Галатам 6 главы. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. И я говорил не только о браке, я говорил о любых поступках, которые мы совершаем в этой жизни, что если ты сеешь добро, то ты добро и пожнешь. Если ты сеешь зло, то зло и пожнешь. И в конце того собрания некоторые люди вышли вперед для молитвы. Они хотели покаяться в том, что они делали. И вперед вышла одна молодая женщина и сказала, мне нужно поговорить с вами. И она быстро рассказала мне историю своей жизни. Она сказала, я уверовала, и вскоре после этого познакомилась с молодым человеком, неверующим. Пока мы с ним встречались, мы вместе ходили в церковь. Мой пастор сказал мне, чтобы я не выходила замуж за этого человека. Потому что пастор видел, что в нем. Ее родители сказали, не выходи за него замуж. Но несмотря на все это, она вышла за него замуж. И вот теперь она стоит передо мной и плачет большими слезами, которые падают ей на платье. И когда я видел эти слезы, как они капали с ее глаз, у меня было такое чувство, что ее душа просто выходит через эти слезы. И она сказала, мой дом – это ад на земле. Мой муж не хочет ходить в церковь. Он не хочет, чтобы наши дети ходили в церковь. Он не хочет, чтобы я ходила в церковь. И она спросила, что мне делать? Что я могу ей ответить? Развестись с ним? Но это не вариант. В Слове Бог сказал, что он ненавидит развод. И я сказал ей, оставайся с мужем, живи с ним, молись за него, и молитесь за него вместе с детьми. и учи детей любить Господа дома. И потом я помолился за нее. И мне хотелось плакать вместе с ней. Потому что я чувствовал ее боль. Мне хотелось каким-то образом решить ее проблему. Но я не мог решить ее проблему. Я только мог дать ей этот совет и помолиться за нее. И я видел это много раз. И я видел, как это происходило со многими молодыми людьми. Когда их сердце становилось на пути посвящения Господу. Когда они влюблялись. И они позволяли этой влюбленности привести их в тот брак, который впоследствии становился трагедией. В книге Притч есть стих, в котором сказано наблюдай за сердцем своим. И вступай в брак только с тем человеком, который любит Господа так же, как и ты. Если мне сложно жить с женой-христианкой, и ей сложно жить со мной, мужем верующим, то насколько же сложнее жить с неверующим супругом. Итак, мы говорим о празднике опресноков. И применение этого праздника в том, что мы должны удалить всякий грех из своей жизни. и это важная часть. Мы должны вступать в брак только с верующими. Я хочу еще что-то сказать о браке. на Украине мы консультировали многих людей, поэтому я знаком с проблемами прошлого. люди вступали в брак до уверования и, возможно, разводились. И если это произошло, они сделали это, before they became a believer, and they did not know, what the Bible said. И если это произошло, человек развелся до уверования, то есть он не знал, что об этом говорит Библия. потом человек уверовал, и он задается вопросом, могу ли я снова вступить в брак. На этот вопрос я отвечал так. Если человек, будучи неверующим, состоял в браке и потом развелся, будучи неверующим, теперь он верующий и хочет вступить в брак с верующим, то я согласен с этим. Я вижу это в Писании. Но если ты вступил в брак, будучи верующим, то это все. Развод для верующего не является ответом. Я изучал Писание на эту тему, я изучал слова Ешо, что он говорит об этом, и я верю, что вот именно так оно и есть. Некоторые из вас хотят стать пасторами в общинах, некоторые хотят быть в каком-то служении, и люди будут приходить к вам за советом. И многие люди хотят получить совет именно в этой сфере. И часто люди хотят, чтобы вы дали им разрешение вступить в брак с неверующим. «Не делайте этого». Никогда не говорите человеку, «Да ну, не страшно, может быть, он уверует позже». Мы с женой консультировали многих людей на Украине. И у нас необычная ситуация. Одна женщина пришла к нам и сказала, «Мне нужен ваш совет». Она сказала, «Бог сказал мне выйти замуж за моего пастора». Но есть одна проблема. Он уже женат. И что мы ей сказали? «Это не Бог тебе это сказал». Бог не говорил тебе выходить замуж за этого человека. Мы помолились с ней. И обычно вот в таких консультациях я больше этого человека не вижу. То есть мы больше не встречаемся. Но через год я снова увидел эту женщину на собрании у Бориса Грисенко. Она подошла ко мне, пожала руку и сказала, «Вы помните меня?» Я сказал, «Да, помню». Она сказала, «Я последовала вашему совету. И я очень рада». Так что эта история имеет счастливый конец. То есть одна из самых важных частей вашей жизни — это состоять с кем-то в браке. И самое важное в собрании верующих — это чтобы верующие состояли в браке друг с другом, то есть верующие на верующих. Сильная община состоит из состоящих в браке верующих. Много лет назад мы были в России, в 1993 году. И мы работали там с церковью в городе Комышин. Это между Саратовом и Волгоградом. И там пастором была разведенная женщина. Она развелась еще до уверования. Но она не очень понимала этот принцип. И так как она была женщиной, она не очень удобно чувствовала себя с мужчинами. И она собрала вокруг себя группу лидеров. И все лидеры были женщинами. А мужья их были неверующие. Некоторые из них были алкоголики. То есть мы приехали туда, мы гости, и мы старались помочь ей быть пастором в этой церкви. И мы сказали, сестра, мы должны дать вам совет. Вам нужно ставить лидерами супружеские пары, то есть чтобы и муж, и жена были верующие. Она согласилась с нами. И мы вместе выбрали три супружеские пары, в которых и муж, и жена были верующие. То есть вместе с пастором мы возложили на них руки и посвятили в лидерство. И позже эта женщина-пастор, Наташа, она вернулась оттуда, в Москву. И где-то на протяжении года в той церкви не было пастора. Но в ней были эти супружеские пары, которые были лидерами. И церковь выжила. Если вы хотите, чтобы у вас в собрании, в общине было сильное лидерство, то ставьте на лидерство супружеские пары, в которых оба супруга верующие. Это моя проповедь.